Известно, что х1-2 и х2-7 – это корни некоторого квадратного уравнения. Я предлагаю сейчас составить это квадратное уравнение, корнями которого есть эти числа. Поскольку известно, что уравнение квадратное, значит, мы знаем, что оно будет иметь вид ах2 плюс bх плюс c равно 0. Но, поскольку мы имеем два корня, то мы можем составить сначала приведенное квадратное уравнение, которое можно записать, например, в таком виде. х2 плюс bх плюс q равное 0. Осталось восстановить коэффициенты p и q. По теореме Виета известно, что коэффициент q будет равен произведению корней этого приведенного квадратного уравнения. А коэффициент p будет равен противоположному числу, которое будет равно сумме корней этого квадратного уравнения. Эти условия должны выполняться одновременно, поэтому поставим знак системы. Вычислим значение коэффициента q. q равно минус 2 умножаем на 7. Это число минус 14. Найдем коэффициент p. p равен минус минус 2 плюс 7. Это 5 с противоположным знаком равно минус 5. Тогда х2 минус 5х минус 14 равно 0. Это квадратное уравнение имеет корни минус 2, 7. Но таких уравнений можно составить бесконечное множество. Например, домножим на 2 все коэффициенты этого уравнения. Уравнение 2х2 минус 10х минус 28 равное 0 тоже будет иметь корни минус 2 и 7. Составим квадратное уравнение, корнями которого являются числа 3 пятых и 1 девятая. Если воспользуемся теоремой Виета, то мы можем составить приведенное квадратное уравнение, у которого коэффициент q равен произведению корней, а коэффициент p равен противоположной сумме корней этого квадратного уравнения. Найдем значение 3 пятых умножить на 1 девятую 3 и 9 сократится 1 пятнадцатая. Коэффициент p равен общий знаменатель 45, 9, сюда 5, 3х9, 27 плюс 5, 32, 32, 45. Коэффициент p равен с противоположным знаком минус 32, 45. Тогда мы готовы составить уравнение х квадрат минус 32, 45х плюс 1, 15 равно 0. Но вот это квадратное уравнение можно домножить на 45 и получить следующее квадратное уравнение, у которого будут те же корни, например, домножим на 45 все коэффициенты этого квадратного уравнения. Получаем 45х квадрат минус 32х плюс 3 равно 0. То уравнение равносильно данному, оно будет иметь те же корни, что и исходное уравнение. Задание выполнили. Предлагаю составить квадратное уравнение, у которого корнями будут числа 1 минус корень из 3 и 1 плюс корень из 3. Это будет приведенное квадратное уравнение, потому что мы сейчас будем пользоваться теоремой Виета. Приведенное квадратное уравнение в общем виде запишем вот так. Причем по теореме Виета свободный коэффициент Q равен произведению корней этого квадратного уравнения. А второй коэффициент P равен противоположной сумме корней этого квадратного уравнения. Эти условия должны выполняться одновременно, поставим знак системы. Ищем коэффициент Q. Используем формулу разности квадратов. 1 минус 3 равно минус 2. Найдем сумму. Корень из 3 и минус корень из 3. 0, 1 плюс 1, 2 с противоположным знаком минус 2. P равно минус 2. Составим квадратное уравнение. Х квадрат минус 2х минус 2 равно 0. Это уравнение имеет корни 1 минус корень из 3 и 1 плюс корень из 3. Задание выполнили. Составим квадратное уравнение, корнями которого есть следующее выражение. Используем теорему Виета. А значит, можем составить сразу приведенное квадратное уравнение вида. По теореме Виета свободный коэффициент равен произведению корней, а второй коэффициент равен противоположной сумме корней этих уравнений. Итак, коэффициент Q равен, умножаем, минус 3 минус корень из 5 деленное на 3 на минус 3 плюс корень из 5 деленное на 3. В числителе будет разность квадратов. В знаменателе будет 9. Разность квадратов этих выражений будет равна 9 минус 5 деленное на 9 знаменатель 4 девятых. Коэффициент Q найден. Найдем коэффициент P. Это будет сумма двух корней с противоположным знаком. Поскольку корни имеют одинаковые знаменатели, можем сразу сложить числители. минус 3 минус корень из 5 минус 3 плюс корень из 5 и общий знаменатель 3. И поставим сразу знак минус передроби, поскольку мы должны учесть противоположность этой суммы. Приведем подобное слагаемое. Минус корень из 5 плюс корень из 5 это 0. Минус 3 минус 3 минус 6 делим на 3 минус 3. И еще минус, то есть это число 2. Мы готовы записать уравнение. Х квадрат плюс 2х плюс 4 девятых равно 0. Вот это уравнение будет иметь корнями предложенные нам условии дроби. Спасибо за внимание. Продолжение следует...